Всем привет! Сегодня я хотела бы вернуться к теме несчастного песика Жорика из Курска. Жорик бездомный песик-инвалид, и с некоторых пор он не может ходить. Его покалечила не жизнь, а люди, вполне осознанно всадившие несколько пули с травматики. Одна из них застряла в позвоночнике. Бедолага полз по снегу во двор многоэтажки за помощью, оставляя за собой кровавые следы. Добрая женщина отвезла его в клинику, и там встал вопрос об усыплении, но несчастные собачьи глаза молили о пощаде. Ведь инвалиды тоже хотят жить, но где жить, если его даже временно никуда не брали? Нигде не было места бедному Жорику. Мы забрали его и отправили в подмосковную клинику Пульс на лечение. Песик был в ужасном состоянии, ему пришлось пережить несколько операций. Мало того, что пулю из позвоночника нужно было доставать, так еще из обморожения пошел некроз тканей. Видимо, Жорик долгое время лежал на холодной земле до того, как смог прийти к людям. На его худеньком тельце нет ни одного живого места. Бок зашит, спина зашита, плечо зашито. Чтобы залечить его раны, врачам пришлось песика побрить на лосо. Ночами он мерзнет с непривычки, врачи укрывают. Лысеньким он выглядит еще более несчастным. В больнице песик уже, наверное, третью неделю. Все это время Жорик вынужден жить в клеточке стационара. Он такой жалкий, одинокий, что хочется просто обнять его и не отпускать. Но даже в таком состоянии он идеальный песик, который старается быть таким же, как все. Он невероятно умный, добрый, общительный и ласковый, как котенок. Бедный Жорик страдает от недостатка внимания и движения. Если так дальше пойдет, он вообще разучится ходить даже на передних лапах. Ему необходимо начинать реабилитацию. Сейчас его навещает в больнице друг нашего канала Ольга из Москвы. Изнемогающая тоски Жорик встречает ее, как родную маму. Ведь Оля не только погладит и пообщается с ним, но и обязательно принесет какие-нибудь подарки. При виде гостей наш пупсик сразу начинает улыбаться и стучать лапкой по клетке, радостно приветствуя ее. Мы пойдем, мы встанем, Жорик. Каждый раз женщина уходит оттуда со слезами на глазах, потому что забрать его некуда. Жорик трясет свою клеточку, будто прося не оставлять его одного, пока не утехнет знакомый звук шагов. Его задние лапки все еще не шевелятся и будут ли неизвестно. Но сейчас настал момент, когда песика пора выводить из клетушки и начинать расхаживать. Жорика просто необходимо два раза в день водить в одежке с поддержкой на специальной шлейке для животных-инвалидов. Делать это некому, ведь у него нет ни дома, ни хозяина, который мог бы о нем позаботиться на месте. А время играет против. Так что будем теперь в клинике пользоваться дополнительной услугой реабилитации. Что делать потом, я просто не знаю. Жорочка круглая сирота. Беспомощный песик-инвалид совсем один на белом свете. Ему очень не хватает своего человека, ведь больной зверек еще больше нуждается в любви и заботе, чем здоровый собрат. О выписке я даже думать пока боюсь, его нигде не ждут и возвращаться в Курск просто нельзя. Потому что здесь за ним ухаживать некому. По-хорошему ему срочно нужен хозяин и даже жизненно необходим. Да, Жорик особенный песик и уход нужен особенный, но это не так сложно, как кажется. И любить он способен не меньше, чем другая собака. И даже больше. Как правило, спасеныши самые благодарные. Как же хочется, чтобы Жорика забрали в семью, окружили теплом, ведь он так мечтает о тихом домашнем счастье. Подумайте об усыновлении Жорика, ведь, возможно, вы его последняя надежда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok